В первом международном агропромышленном молочном форуме принимают участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители крупных отечественных и зарубежных предприятий, молочной промышленности, а также предприниматели, работающие в сфере производства молочной продукции в смежных с ней отраслях. Цель форума – создание в России инвестиционно-привлекательной и эффективной молочной отрасли, как хребта всей сельскохозяйственной промышленности страны. Одна из важнейших задач форума – увеличение производства молока в Подмосковье. Цель мы 600-650 тысяч тонн молока производим и задача – достичь отметки в миллион. Мы лидеры по товарности молока, то есть все те 650 тысяч тонн, которые мы производим, все попадают на прилавках и в производство. Самая высокая норма в стране и это очень приятная цель. Неприятно то, что по объемам мы находимся пока на 15-м месте. Задача с помощью вот таких профессиональных разговоров составить дорожную карту и предоставить особые условия тем, кто уже работает на территории Подмосковья и, естественно, привлечь новых. В качестве участников форума зарегистрировано более 500 компаний из России, Молдавии, Армении, Польши, Сербии, Нидерландов, Италии и других стран. В рамках форума проходят пленарные заседания «Круглые столы», на которых обсуждаются проблемы и пути выхода из кризиса молочной отрасли, возможности инвестиций, перспективы развития, ценообразования и розничная реализация молочной продукции. На пленарном заседании делегаты обсудили положение молочного бизнеса в условиях глобальных перемен, обусловленных санкциями, правилами ВТО и ТС и рассмотрели возможные сценарии развития молочной отрасли в России. Рассказали и о мерах государственной поддержки. Стабильная господдержка молочной отрасли будет, объемы поддержки снижаться не будут, а механизмы будут скорректированы с учетом позиции отрасли, отраслей объединений, производителей и регионов. Мы как раз сейчас над этим работаем. В ближайшей неделе новая редакция госпрограммы с включением этих механизмов будет утверждена правительством и в следующем году эти механизмы торгуют. Также в ходе форума обсуждаются взаимодействия производителей молочной продукции и торговых сетей, создания смежных кластеров, таких как животноводческий. Участники форума знакомятся с примерами успешной работы ряда крупных компаний и частных ферм, производящих молоко и молочную продукцию. На сегодня нехватка молока, как мы услышали, составляет порядка 60%. То есть перерабатывающие отрасли Московской области готовы перерабатывать больше молока на 60%, но его нет в связи с тем, что ввели, как мы знаем, эмбарго на молоко. Поэтому для нас очень хорошие условия, как для производителей молока, в том плане, что мы можем со своей стороны нарастить производство. Как это сделать, вот на этом форуме мы как раз и обсуждали. В Солнечногорском районе проблемы молочного производства связаны с использованием земель. На одну корову, говорят специалисты, должно приходиться полтора гектара земли. Именно для этого необходимо разобраться со всеми договорами по аренде, чтобы обеспечить возможности создания личных фермерских хозяйств тем, кто действительно хочет работать. И помощь в решении этих вопросов руководство района планирует найти на форуме. В Солнечном районе обсуждается проблематика данного направления. Это очень приятно, чтобы не разбирать всю проблематику сельского хозяйства, как и у нас в районе, как и на территории нашей страны в целом. То есть ее разлагают на некий скелет, и каждая болезненная или какая-то проблемная точка разбирается и обсуждается. На форуме работает специализированная выставка. На ней представлены образцы готовой продукции и современные технологии, использующиеся в молочном производстве. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечнокорское телевидение. Информационная программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова